Я хочу сказать, что ежедневно органы государственной безопасности задерживают до 10 человек ежедневно. Это не у нас, а мы в целом по стране. До 10 человек, которые либо являются вверховщиками, либо люди, которые уже вовлечены в процесс, либо уже вернулись даже из Ирака, Сирии и так далее. Действительно, проблема большая, я бы часто сказал, даже глобальная проблема. Видите, век информатизации, последние 15 лет, когда действительно век информатизации, он привел, скажем так, совершенные новые угрозы. То есть терроризм давно существует, в принципе, существовал, наверное, всегда. Форму, может быть, формулировку терроризма, может быть, обозначили последние 30-40 лет. Но что касается появления вот таких вот новых организаций, которые даже не странно, а новых таких псевдогосударственных структур, это действительно угроза уже новой современности. Если вы посмотрите, опять же, проанализируете ту информацию, которую мы получаем, мы видим, что национальности все разные. И по вероисповеданию, то есть многие по рождению тоже были разные вероисповедания. Там есть и христиане, и православные, и мусульмане, то есть и буддисты, то есть совершенно разные. Это новые вызовы. И вот для нас, вы знаете, я вот честно скажу, что я очень внимательно к этим вещам отношусь и стараюсь комментировать их очень осторожно для того, чтобы жители, так сказать, чувствовали уверенность и спокойствие. Но когда мы проводим с вами антитеррористические комиссии, мы всегда обращаемся к жителям. Конечно, без внимательности, без, что называется, просто понимания, кто ваш сосед, с кем вы рядом живете, что происходит, конечно, устранить эту угрозу очень-очень сложно. Это же простые люди, которые в силу каких-то обстоятельств сбились с пути, может быть, я не знаю, что-то не сложилось у них в личной жизни, может быть, что-то не сложилось на работе, в служебной деятельности. Поэтому иногда поддержка подобного рода людей позволяет людей отвести от лихо. Поэтому здесь, конечно, нужна поддержка со стороны жителей, нужно внимания. Я стараюсь, чтобы количество чиновников у нас не росло, но я задумывался о том, чтобы ввести дополнительную должность заместителя губернатора, человека, который бы занимался именно вопросами антитеррористической безопасности. Я так вот, такое мнение у меня складывается все больше и больше. Хотя я понимаю, что это создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Но я думаю, что окончательного решения еще не принял, но думаю, что такая необходимость, она, в общем-то, есть, она, такая необходимость. В нынешней ситуации она назрела.